Снимаю расширенный комплекс, меридиональное простукивание. Начинаем с ладоней. Сгибаем большой палец, зажимаем все пальцы и начинаем простукивать внутреннюю сторону. Ориентировочно можно до 36 простукиваний. Плюс-минус. По ощущениям. Руки не сильно сдавливаем, но и не полностью расслаблены. Средняя позиция. Все внимание там, где идет простукивание. Все внимание в нашем теле. Переворачиваем вот так руки и стучим друг об друг. Попробуем. Переворачиваем и тоже простукиваем. Внешнее кладем вот такое движение. Одна рука в кулак сжимается, вторая ладонь, мы находим точку лау-гун, безымянный палец, сгибаем и он упирается в точку ориентировочную лау-гун. Вторая костяшка бьет вот в эту вот точку. Меняем руку. Ладонь, кулак, точка лау-гун. Подушечки пальцем. Подгибаем немного пальца и подушечка в подушечку. Подзогнутые пальцы. Раздражаем зону между пальцами. Вот так вот складываем и между большим и указательным пальцем. Зажимаем кулачки. Большой оп-большой. То есть вот подушечка оп-ноготь, потом вторая подушечка оп-ноготь. Вот такие вот движения. Большой оп-большой. Указательный оп-указательный. Средний оп-средний. Безымянный-безымянный. Безымянный. 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 пошла, такое распирание идет, не как бы чуть-чуть ватное становится, такое распирание, сильнее, сильнее, перевернули, точно так же трясем, все внимание в ладони, где внимание, там энергия, и хорошо, 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 хорошо еще раз растерли, умыли, 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 и лицо вверх-вниз, цепляем уши, пальцами еще, делаем или по ощущениям, делаем тоже 36 раз, если у нас есть время, если мы не маловато, делаем по ощущениям, подсогнули, пальцы, подушечки, простукиваем от начала роста волос до конца, потом идем обратно, и движемся так вниз к ушам, потом идем движемся вверх, снова простукиваем от начала роста волос до конца и обратно, и несколько таких циклов, я здесь делаю не очень много, но если есть время, то уже можно подольше, делаю несколько вот циклов, по ощущениям опять же, все делаем дальше по ощущениям, простукиваем вот так вот складываем, макушку, хорошо простукиваем по ощущениям, и как расческа, чтобы ногти хорошо шли по волосам, если ногти неудобно, можно подушечки, пальцы, если прическа вам не совсем позволяет это сделать, можно пропустить. Тоже до ощущения, вот хорошо, затем я слаживаю два пальца, почему два, если один, это плюс, минус, может быть, а два пальца, это нейтрально, мы нейтрально воздействуем, начало брови, точка, начало брови, мы ее простукиваем. Угол глаза, здесь есть в кости точка, угол глаза, разрез глаза, косточка, и в кости точка с двух сторон. Точечка под глазом, под косточка, под центром, под глазом, косточка в косточке, пробиваем с двух сторон. Вот так вот сложили, два пальца вместе, большая точка над верхней губой, точка под нижней губой, простукиваем. Два-три пальца ниже. Яремные выемки, вот здесь зона димуса, мы простукиваем вот так вот. Под ключицами у нас есть точечки, под ключицами мы двумя руками, тоже их простукиваем. следующее, это вот по центру грудной клетки, вот здесь вот. Можно простучать с одной стороны, можно, как я на прошлом видео показал, то с одной, то с другой, но сейчас я с одной стороны простучу эту зону. И с другой стороны. Ребра, нижняя часть ребер с двух сторон. Пупок, зона ниже пупка, выше пупка, справа, слева, ладонь, полностью центр ладони, центр пупка. И сзади сквозное, аналогично. И вот движение вот такое. Я поворачивался, чтобы показать, поворачиваться не надо. Хорошо, и колени простучать. Вот можно с правой стороны. Здесь как бы такая лодочка, как лодочка. И внутренняя часть колени. И вот так вот накладываем сверху. Потом мы встали, уравновесили себя и просто чуть-чуть постояли. Понаблюдали за дыханием, несколько вдохов-выдохов сделали. Хорошо. Когда это можно делать? Можно делать утром, вместо кофе, как я писал. Чтобы прийти в такое бодрое состояние. Можно делать в любое другое время. Если вы чувствуете, что вы устали, какое-то сонное состояние. Можно сделать это и вы проснетесь. Можно делать и вечером после работы. Но не рекомендую делать перед сном. Потому что вы перевозбудите нервную систему и плохо будете спать. А так можно делать в любое время. Это не займет много времени. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я буду снимать для вас новые видео. Всем пока.